Нет коррупции, работа без взяток и нет ОПГ. С таким набором антикоррупционных лозунгов одесские моряки от профильного сервисного центра на Грушевского двинулись на трассу Одесса-Киев. Там на контрольном пункте Дачная, возмущенные постоянными поборами при прохождении сертификации и дипломов, перекрыли движение в обе стороны. Мы против ОПГ! Мы против ОПГ! Если у моряка есть знания и он работает на самых современных судах, он приходит на экзамен и 100% он будет не сдан, так как все члены государственной квалификационной комиссии являются взяточниками. Они поставлены министерством инфраструктуры и поставлены людьми, которые находятся в организованной преступной группировке, которая кроется под министром инфраструктуры и его бэк-офисом. За то, чтобы уйти в рейс, говорят моряки, приходится платить от 3 до 6 тысяч долларов. Кроме того, очередь на прохождение аттестации намеренно затягивают, заставляя пользоваться услугами так называемых агентов, которые могут сделать это быстрее, но, конечно, за дополнительное вознаграждение. А 250 долларов за день вне очереди. Я судоводитель, мне нужно 3 диплома, я работаю на танкерах, мне нужны 3 диплома. Это 3 тысячи долларов я должен отдать, непонятно кому, за то, чтобы уйти и работать. Для меня это сложно, я еще бывший студент, я закончил, у меня нет таких денег, чтобы платить за дипломы и, как бы сказать, уйти и работать. Поддержали коллег, представители портового флота. Люди говорят, что после разрешения частным компаниям заводить свои буксиры, у портовиков вовсе не осталось работы. 80-90% работ выполняют частные буксирные компании. На протяжении последних 5 лет это компания однодневки, они меняются постоянно. Каждый год новая компания, но, тем не менее, они отжимают государственный портовод, оставляя нам 10-15-20% работ. Буксиры, которые здесь работают, вечность, которые являются донором Одесского порта, простаивают. Пока длился протест, водители миновали акцию по объездным путям у поста. Примерно через час протест переехал к зданию облгосадминистрации, где участники акции требовали встречи с губернатором, чтобы тот передал их требования лично президенту. Сергей Гриневецкий на улице не появился, однако его советники пообещали, что передадут главе ОГА всю информацию.